Ну вот сейчас я не помню сколько там дней осталось, по-моему уже меньше 40 дней осталось до того момента, когда Байден обязан представить в Конгресс в ответ на вот эти 61 миллиард долларов, в ответ должен представить концепцию. Впервые он должен что-то сказать. Впервые антигитлеровская коалиция поставила задачу уничтожения Третьего рейха и под эту задачу были отмобилизованы и деньги, и средства, и силы, и стратегии, и тактика, и эта задача была реализована. Если бы такой задачи не поставили, то никакого уничтожения гитлеровского режима не было бы. Здесь эта задача не ставится. Такое ощущение, как вот складывается ощущение такое, что задача ставится давать Украине ту помощь и в таких размерах, и в такие сроки, чтобы Украина не проиграла, но обессиленная Украина, чтобы она все-таки села за стул. И как-то они там договорились. Вот эти вот русские разного окраса, потому что многие до сих пор считают и украинцев тоже русскими на Западе, они там издалека, из-за океана, многим кажется, все это одно и то же. Вот они между собой. Пусть они между собой уже как-то договорятся и не беспокоятся. Вот какое у вас ощущение, насколько все-таки кто может произнести первым эти слова? Будут ли они произнесены? Когда они будут произнесены? И когда все-таки, так сказать, потому что война не закончится. Война может происходить. Такая война может длиться довольно долго. И есть ли на Западе человек или силы политические, которые произнесут эти слова? Твое ощущение? Ну, сейчас таких людей нет на Западе, которые могли произнести так, чтобы мы услышали. На самом деле, там очень много людей их произносят. Недалеко, как сегодня утром, я говорил там с моими друзьями, там, из Atlantic Council, например, в принципе. И понимание того, что это необходимо произнести, есть у людей, вовлеченных в этот процесс, как бы определяющих направления вообще какие-то стратегические. Они понимают, что пока режим стоит, война будет продолжаться в каких-то формах. Более того, режим является важнейшим, как бы, таким фактором, мотором развязывания войн по всему периметру земного шара. Естественно, что иранский режим смотрит на Путина, в общем, как на прикрытие. Естественно, все эти Хамасы, Хизбаллы, все эти бандиты, Мадуро. Но это на самом деле, это фактически мировая битва сегодня. Сил свободы и демократии против тирании. Это тоталитаризм. И в этом плане то, что происходит сегодня и в Газии, то, что происходит, естественно, сражение в Украине. И там продлим линию на восток до Тайваня, или там на запад, до Венесуэлу, Никарагуа. Это все часть одной общей картины. И надо рассматривать все таким образом. Но для этого нужно, скажем, другое руководство. Мы же понимаем прекрасно, что Джо Байден, он даже близко, даже в свои лучшие годы не тянул на эту роль. Ну, про сегодняшние мы и не говорим. Тем не менее, опять, мы должны играть теми картами, которые нам история сдала. Что теперь делать? Вот такая сдача у нас сегодня. Я полагаю, что Байдену все-таки придется, и в администрации Байдена, все-таки сказать, что целью является восстановление территориальной целостности с Украиной. Это явно недостаточно. Но, тем не менее, надо двигать их в эту сторону. И слова, может, победы Украины в каком-то виде прозвучат. Дальше они не пойдут. Но хотя бы это надо выжить, чтобы зафиксировано было, что война должна вестись до освобождения всей украинской территории, до Севастополя включительно. Посмотрим. Важно опять, что в документе это появилось. Требования это уже есть. Я говорю, вектор сдвигается. Медленно, верно сдвигается. Но с какой скоростью он будет сдвигаться? И я говорю, какие жертвы Украина должна будет еще принести? И как далеко расползется война дальше? Потому что понятно, что ведь Путин ведет боевые действия не только на фронте. Гибридная война подразумевает и войну за умы. И очевидно сегодня, что то, что происходит в Америке, все вот эти выступления, они тоже имеют под собой диалогическую окраску. И не случайно, в общем-то. Многолетняя работа, она принесла свои результаты. Обработка сознания левой, ультралевой профессуры здесь, она привела к невероятной смычке просто совершенно. Людей, выступающих за гражданские свободы в Америке и поддерживающим просто средневековые по своей жестокости режимы и группы террористические, как Хамас, Хизбалла, еменских хуситов, тегеранский режим. То есть я вот сейчас там смотрел сегодня утром, там «Спасибо, Йемен!» Группы, выступающие за максимальный уровень гендерной и сексуальной свободы. Ага. А вот послали бы вас туда, в командировку короткую. Она будет короткой, потому что на этом все закончится. Или там просто плакат, там выходит нормальный вроде бы студент с плакатом, там «Да здравствуй, 7 октября!» Ну вот, опять, ясно, что это создает новое напряжение в Америке. Ровно то, что нужно Путину. Опять очередной конфликт. Общество находится сегодня в состоянии, может быть, даже хуже, чем в 68-м году, когда были демонстрации антивоенные. Тогда понятно, американцы воевали, полмиллиона американских солдат воевало в Вьетнаме. Ну, на самом деле, было понятно, за что. Можно спорить, как говорится, о нюансах, но антивоенное движение имело под собой четкую составляющую. Вернуть солдат домой, там, как бы, там, «Янки, гоу-хоу». А сегодня о чем, в принципе? Мы достаточно очевидно, как говорится, кто что представляет. Во всех этих конфликтах просто белые и черные достаточно очевидны тому, кто готов подумать немножко. Или, там, почитать немножечко, там, историю вообще. И не случайно, как бы, Хамас, Иран, Путин. На самом деле, ветка-то прямая прослеживается. Так вот, я думаю, что мы, когда сейчас находимся в состоянии, когда понимание этого, в принципе, уже у людей, думающих, это понимание пришло, вот этой глобальной войны. Но оформление ее в политическую концепцию и, соответственно, с военной составляющей, ну, скажем так, Рейгана пока не предвидится здесь. Можно, конечно, там, было что угодно говорить про Картера, но, там, если мы, там, посмотрим на пару Картера-Рейган в 80-м году против Байдена-Трампа сегодня, ну, 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 все понятно здесь, как бы, да. И Джимми Картер, которого критиковали за, там, многие, как бы, его, там, как считают, там, ну, проколы внешней политики, слабость. Хотя, между прочим, арабо-израильский договор, между прочим, Саддат Бегин, между прочим, у него тоже были достижения. Вот, а, но его Советико-эмоциональной безопасности был заявлен в Бжезинске против Бжезинске, против Салливана. Вот это и есть разница в калибре всего. Вот. Проблема в том, что, там, Салливан и такие, как Салливан, которые сейчас запрудили администрацию Байдена, они эту разницу не понимают. Им кажется, что они, они, они великие. Они сейчас будут, знаете, на этой геополитической доске, вот, мировой, они будут фигуры двигать. То есть, они, да, они двигают, только они постоянно проигрывают. То есть, если посмотреть на, на результаты администрации Байдена, внешнеполитические, это Кабул, Афганистан, катастрофа, это Украина, катастрофа, это Газа, катастрофа. Причем не понимая вообще, что происходит, они уверены были, что они все контролируют. Я уже не говорю про то, что сейчас происходит в Венесуэле, в принципе, полная сдача всего просто в Адурии, только для того, чтобы не бурить лишнюю нефть в Америке. Тоже, кстати, интересно, такой когнитивный диссонанс. Мы боремся за, там, спасение планеты Земля. В чем разница для планеты Земля, где добывают нефть, на Аляске или в Венесуэле? Вот если мы по планету Земля говорим. На самом деле, это мелкие свои личные вот расчеты здесь. Вот нужно, нужно там занимать взвешенную, в кавычках, позицию по, 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 по Израилю сегодня, потому что мы можем потерять арабские голоса в Мичигане. Ну вот, вот все. Вот все, что нужно знать сегодня про вот эти мелкотравчатые американские здесь расклады. Так что, ну опять, позитив. Европа начала тоже понимать, что вообще-то надо и самим что-то делать. Понятно, что это процесс медленный, но угроза Трампа и, в общем, достаточно очевидная по многим вопросам импотенция Байдена, она заставляет европейцев начинать искать какие-то собственные алгоритмы. Как скоро они появятся, как скоро они материализуются, трудно сказать, но опять, угроза реальная. И я сейчас, например, читаю, вот, ну, люди параллели проводят, серьезные люди, вот там, что половина танков немецких, которая атаковала Польшу, была сделана в Чехословакии. Ну, в Чехии, а в Словакии это делала, в принципе, чешского производства были, потому что в Чехии были заводы. Потому что Гитлер до этого захватил Чехию с ее вазинными заводами. И сейчас, как бы, вот, параллель проводится такая, побеждает Путин в Украине, и нам придется иметь дело уже с украинцами, которых мобилизуют, и с украинскими заводами, которые будут работать на Путина. Вы хотите этого, или все-таки мы сейчас попробуем решить проблему, пока она еще решается на поле боя в Украине, просто предоставив ей необходимую помощь? Потому что вот эта идея давать дозированную помощь, даже серьезные военные говорят, что она на самом деле абсурдна, потому что, если мы представляем себе Россию как врага, вот как они говорят, Путинская Россия, это угроза. Об этом говорит министр обороны Германии, вообще все они говорят сейчас, что вот в 25-м году, в 26-м году мы можем столкнуться с угрозой. Ну, серьезные военные говорят, что это потально абсурдно. Вы не даете вот как бы по чуть-чуть, потому что, ну, вот дали там 31 танк, надо было 3000 танков дать, потому что 31 танк какой-то там подбили, и сейчас получили, между прочим, композитную броню, начнут изучать ее. Скажем, Хаймерсы уже не дают того эффекта, потому что научились их отклонять. То есть вы учите потенциального врага просто на этих примерах. В Америке 12 тысяч танков в резерве стоит. 12 тысяч. Почему 31 танк, а не 3000? В чем проблема на самом деле? Что в отличие от 41-го года здесь все коммуникационные линии открыты. Не надо искать там обходные северно-морские пути какие-то, или там через Дальний Восток, вот просто через Европу, через Польшу отправляемся. Опять. Ну, мы снова сталкиваемся с калибром людей, которые управляют. Я просто такой маленький исторический актуал сделал. Я сейчас очень много так получилось. Читаю про Вторую мировую войну. Ну, я и так много про это знал. Но сейчас с таким интересом читаю детали, и вообще понимаю масштаб вообще угрозы, который существовал в 40-м году. Мы никогда не понимали этого. Насколько Англия была близка к катастрофе. Вот просто реально Гитлер мог просто стать там властелином мира. Потому что разгромив Англию, конечно, я, что СССР бы не устоял бы никак просто. Сталин просто не понимал, с чем он имеет дело. Но вот захват Англии, причем они к этому серьезно готовились. Я даже никогда не представлял, что готовилось там партизанское движение. То есть черти... Они готовились к войне и к потенциальному поражению, потому что все висело на волоске на самом деле. То есть это... И опять масштаб задачи, как бы... Причем технологически немножко все это отличалось. У нас уровень коммуникации, связи, технологии был все-таки другим. Но как это все решалось? Как ставилось задачи? Какие ресурсы мобилизовывались? Как люди просто видели... Вот это глобальное видение было. Вот это была мировая война, и в этой мировой войне демократии победили. Но потому что было лидерство, было понимание того, что стоит на кону. Сегодня технологический перевес, это не 40-й год. Потому что сегодня он абсолютно... То есть уровень сегодня там разрыва сегодня в этих технологиях и в качестве, и в количестве, он какой-то зашкаливающий. Но отсутствует стратегическое видение, отсутствует политическая воля. Ну и в принципе западное общество, оно, конечно, тоже размякло. Не готово сегодня ни к каким серьезным жертвам до того, чтобы отстоять свою же демократию. Есть какие-то точки роста? Вот ты говоришь совершенно справедливо о калибре, разный калибр. Тогда, в качестве ответа на вызов этот, тот вызов, который был тогда, в 40-м году, был Черчилль, был Рузвельт, был Деголь. Люди совершенно другого калибра, другого масштаба. Сегодня, когда выбор между Трампом и Байденом, то и где вообще какие-то перспективы появления, где точки роста? Давай так, не будем, может, растворяться в пессимизме. Не будем, но хотелось бы на что-то опереться. Вспоминая любимого нами сэра Уинстона Черчилля, как он говорил, что разница между оптимистом и пессимистом, что пессимист видит трудность в любой возможности, я перевожу сейчас, а оптимист, наоборот, видит возможность в любых трудностях, то есть, как бы, вот, новый шанс. То есть, на самом деле, ситуация далеко не такая, конечно, плохая, ровно потому, что технологическая революция-то идет. И на сегодняшний день, вот, там можно все, что угодно говорить, там, Китай, там, это, на самом деле, все происходит в Америке. На самом деле, американское технологическое превосходство в области, вот, 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 скажем, там, искусства, интеллекта, вообще, все, что связано с вот технологиями на этого наивысшего уровня, это разрыв не сокращается, скажем, увеличивается, я не могу точно сказать, но, в общем, даже близко никакой китайцам не подходит. И это все-таки оставляет надежду, что вот свободный мир, он все равно располагает потенциалом. И все равно, как бы, вот, никто не может отменить вот этой простой истиной. Люди в свободном мире творят эффективнее, чем в несвободном мире. Вот и все. Вот, вот, что можно угодно делать, придумывать, Байден и Трамп, и не... Вот все равно есть некоторые основополагающие вещи, которые делают свободный мир более эффективным. Вопрос, какая цена будет заплачена за то, что, за переустройство мира. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok